Два года вынужденного перерыва и громкое возвращение. 28 мая в спортивной школе города прошли открытые соревнования по рукопашному бою. Спортивный праздник отметили новым чемпионатом с расширенной географией участников. В первом межрегиональном турнире на ковре сошли спортсмены из Смоленской и Брянской областей. Встреча гостей прошла в торжественной обстановке, ведь серию боев посвятили 76-й годовщине Великой Победы. Чемпионат прошел в рамках Смоленской региональной федерации при содействии Смоленской атомной электростанции. Вот сегодня мы и покажем, как мы продолжаем традиции наших отцов и дедов. И докажем, что мы можем постоять трудную минуту и отстоять нашу родину, защитить наших родных, близких. Гостями соревнований стали депутат Смоленской областной думы Ольга Галистратова. В составе судейской комиссии судья всероссийской категории Виктор Клишин. Он вручил заслуженным тренерам и гостям соревнований благодарственные письма за развитие физической культуры и спорта в регионе. А также отметил дальнейшие перспективы спортивного направления. На самом деле, Смоленская земля всегда славилась хорошими бойцами и своими чемпионами. Поэтому очень приятно, что эта школа возрождается. И я думаю, не так много пройдет времени, и смоленские спортсмены вновь засияют на спортивном олимпе. Турнир проходил в разных весовых группах и возрастных категориях. Всего больше 40 участников – юношей и девушек до 16 лет. По итогам проведенных боев участники поднялись на пьедестал для награждения. В числе призеров состоявшиеся спортсмены и те, кто только начал заниматься рукопашным боем. Участвую в соревнованиях в первый раз. Это моя первая победа. Я очень рада и буду стараться ради первого места. Нельзя останавливаться на втором. Межрегиональные турниры по рукопашному бою планируются вести в ежегодную спортивную практику. Организаторы надеются, что в будущем эпидемиологическая обстановка позволит вывести число участников за пределы двух регионов. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.